Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, я на этом канале пью очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Вчера редактора на моем телеграм-канале выставили вот этот вот пост. Это значит, дорогие мои, Андрей Фесик, крепкий хозяйственник от ЛДПР. Значит, 11 сентября, напомню, будут выборы, я так понимаю, в депутатах. Это будут, конечно, выборы в Думу. И вот, пожалуйста, дорогие мои, вот этот вот депутат. Я не буду спорить сейчас, я не буду сейчас бабушку лохватить. Парень выглядит действительно хорошо. Сейчас мне немножко в себе плетя, а то у меня аж прям ушки покраснели. Значит, парень выглядит действительно неплохо, но когда ты думаешь, что это же депутаты, это же, я не знаю, достаточно серьезная партия. ЛДПР это серьезная партия. Ребят, куда вас всех несет? Я понимаю, ты хорошо выглядишь. Ну разве вот такое вообще возможно на избирательном листке, на избирательном плакате стоит парень голый по пояс? Серьезно, голый по пояс? Смотришь фотки, ну действительно, парень себя прокачал. Ну черт возьми, это же депутатское кресло. Вообще, мне интересно, насколько люди падки на подобный вот визуал, когда дело касается выборов в депутаты. Если честно, ребят, я не знаю, что за фесик, по мне так это дядя. Знаете, заходишь в инстаграмчик, да, и всегда ты видишь вот этих вот очень красивых парней. Вот знаете, у меня уже просто нюх на ребят, которые охотятся за деньгами, или ребят, которые работают, сами знаете, на каких сайтах, и которые зарабатывают таким образом деньги. По мне так это, может быть, я глубоко ошибаюсь, по мне так это выглядит, как самый настоящий чей-то любовник, какого-то серьезного дяди, которого пытаются сейчас протолкнуть в депутаты от Государственной Думы. И здесь у нас, конечно, ЛДПР. Какое же, черт возьми, позорище, какое позорище. Да, я понимаю, я в свое время помню, была Чичелина, ренгерка, которая была избрана в итальянский парламент, дама, которая сделала себе просто головокружительную карьеру в фильмах для взрослых. Но, блин, в России сейчас вот подобное для меня это самое настоящее позорище и дискредитация, в принципе, всех депутатов вместе взятых на всей планете. По мне, это самая настоящая чья-то игрушка для удовлетворения собственных потребностей, собственного удовольствия, да. Ну вот Фесика пытается протолкнуть вот такой вот депутат. Вы знаете, 11 сентября сейчас будут вот эти вот выборы, и, конечно же, начинают планировать карусели, начинают планировать бросы. Конечно, выборы в России это настолько номинальная тема, когда все уже давно выбраны, но, дорогие мои, по крайней мере, пытаются сделать выбор избирающихся депутатов. По мне, это, конечно, фарс, по мне, это самое настоящее позорище. Кто пойдет голосовать, вообще, кто на что надеется, ерунда первостатейная, но посмотрим. Вот, дорогие мои, наткнутся, значит, Марат Башаров, он сейчас вовсю поддерживает войну в Украине, и сейчас он в Донбассе, и вот он, не скрывая свое отношение к войне в Украине, сказал, что родину нужно любить так, как любишь своих родителей и близких, а их, значит, нельзя обижать, их нужно всегда защищать. Божененько мой. Марат, а у меня вопрос вот лично к тебе. Ты родину любишь точно так же, как ты любил своих жен, и такое же отношение у тебя к родине, как к собственным женам? Здесь, конечно, я придираюсь к словам. Ну, ты смотришь на этого человека с нулевой репутацией, которого до сих пор никто не отменяет. Ну, вот такое, вы знаете, мужское государство Россия, да, самый настоящий патриархат, когда ты можешь делать все, что угодно с собственными женщинами, с доказательствами, с обращением в полицию, с судебными разбирательствами, с фотографиями, которые там твоя дама вся синяя, да, от общения с тобой во всех негативных смыслах этого слова. И, тем не менее, Марат Башаров до сих пор на коне. Марат Башаров до сих пор про государство. Вы знаете, в России могут просить абсолютно все, и здесь мы говорим про абсолютно все, если ты поддерживаешь партию власти, и если ты играешь по всем правильным канонам, которые эта власть устанавливает, самое настоящее, позорище. Я обожаю продукт Райджел. Райджел – это замечательные отбеливающие полоски для зубов. Райджел – это тот продукт, который я пользуюсь не первый год, и каждый раз возвращаюсь к нему, если мне нужна моя белоснежная улыбка, и только с помощью Райджел я достигаю этих целей. Неимоверно комфортно для чувствительных зубов, а у меня очень чувствительные зубы. Каждый день в течение 28 дней наклеиваете на верхние и нижние зубки полоски, которые растворяются на ваших зубах, выпуская активный кислород, который отбеливает ваши зубы. Не нужно после этого чистить зубы, не нужно полоскать рот. Наверное, самый комфортный продукт, который я использую для отбелки зубов. Отбеливающие полоски от Райджел изготавливаются в Британии по самым высочайшим европейским стандартам. И, ребят, сейчас у Райджел происходит суперакция. На их основном сайте вы можете купить три упаковки по цене одной. Но если же вы просто хотите попробовать замечательный продукт от Райджел, переходите по ссылочкам в описании на Озон или Вайлдберрис и покупайте одну упаковку по суперцене. Полоски отбеливающие от Райджел, ребят, я рекомендую. Это действительно огонь. Должны быть за мир. Как вообще можно идти? Почему нужно быть за власть в этом случае? Я не понимаю. Хорошо. Они хотят какие-то там получить преференции, крошки с этого барского стола. Они хотят, чтобы их президент заметил. Но президент не до них. Президент опирается на народ. Народ за него. Он, по ощущению, Владимир Владимирович, он где-то там, понимаете, между Марсом и Сатурном не что-то по орбите и не принимает сигналов с земли. Он не видит оттуда ни Балкина. И вот, пожалуйста, сейчас Максим Галкин выступал в Латвии. Он сейчас вообще по всей Прибалтике колесит. И, знаете, выступает в каких-то селах, то есть в каких-то небольших населенных пунктах, но собирает он полные аншлаги. Абсолютно ездит со всей Прибалтики посмотреть на выступления Максима Галкина. Он даже выступал в моем родном городе, выступал в Таллине, везде аншлаги. Для русских людей, для русскоязычных людей, живущих в Прибалтике, в Европе, я считаю, Максим Галкин. Это та отдушина, которая показывает, что все не так возможно плохо, что остались еще хорошие русские. И что есть русские, которые в состоянии адекватно себя вести, несмотря на полнейшую отмену у себя на родине, несмотря на те последствия, которые могут нести твои слова, твои действия. Даже не то, что действия, а твои слова. Сейчас в России нужно мало, чтобы у тебя было уголовное дело и серьезный срок. Он вроде как упомянул, что он готов поехать в Россию. Но я думаю, сразу же по приезду в Россию это будет арест, это будет тюремное заключение, потому что, уж как дискредитировал войну в России Максим Галкин, так никто еще до сих пор не сделал. И вот осудил он, конечно, и Ларису Долину, и Надежду Бабкину за то, что люди сидят у кормушки, за то, что люди поддерживают Путина. Вы знаете, вот она, та самая вселенская печаль, когда публичные люди поддерживают то самое безумие, которое сейчас творится. И у меня всегда хороший, легитимный вопрос вот так вот к Ларисе Долиной, к Надежде Бабкиной. Дамы, я понимаю, вам уже, я не знаю, одной ногой там, да? Ну, называть надо и своими именами эти вещи. Ну, сколько там она еще проживет Долиной? Ей сейчас под 70, если уже не 70, да? Что, она 130 проживет? Не проживет она 130. Но неужели люди не думают о будущем собственных детей, о будущем собственных внуков, которые жить в этой стране? Хотя, опять же, о каких внуках и детях я говорю, когда, скорее всего, никого там не останется. И в этой стране, скорее всего, ни дети, ни внуки жить не будут. Вот умница, конечно, Максим Галкин, умница. Но это борьба с ветряными мельницами. И делает он себе по факту. Только себе хуже. Да, он сплочает русскоязычное сообщество по всему миру. Он сейчас мотается везде. И он, знаете, тот правильный курс взял, когда нужно не предать себя как человека. Максим Галкин для меня, конечно, вырос в глазах моих неимоверно. Огромный красавчик, огромный, смелый человек во всех отношениях этого слова. Закрываю глаза на абсолютно все. Может быть, знаете, я не поддерживаю вот эти отношения с Аллой Борисовной. Вот выставил вот эту фотографию с Аллой Борисовной. Вот 20 лет назад нас фотографировал один латвийский фотограф. Для меня это, конечно, фарс. Их отношения — это фарс. Но здесь для меня, в моих глазах, человек выбрал правильный вектор. И я буду закрывать глаза на всем. Не то, что мое мнение или что-то, там мои слова имеют какое-то значение. Но вот лично в моей книге я этого человека уважаю. Я этого человека лично поддерживаю и, конечно, одобряю. Интересно послушать ваше мнение. Кто сейчас из Прибалки? Все же смотрят Прибалтийского сплетника, дорогие мои сплетники из Прибалки. Кто уже был на концертах Максима Галкина? Очень интересно послушать ваше мнение. Как атмосфера, как поддержка, как вообще сходили. Очень интересно. У меня уже сестра купила билеты на его выступление в Испании. Он сейчас уже будет и Барселона, и Морбея, и еще несколько городов в Испании. Разобрано абсолютно все. Аншлаг, да? То есть, вы знаете, тот самый момент, когда люди, наверное, боятся высказывать свою гражданскую позицию. Но боятся. Это правда в России, да? Потому что боятся потерять деньги. Но в то же время, видите, тот же Максим Галкин. Да все у него в шоколаде. И все у него нормально. И ему уж точно не дадут упасть любящие его зрители в Европе. Лариса Долина сейчас, конечно, раскритиковала стиль жизни европейца. Двумя словами, противно абсолютно. Значит, она говорит, что каждый раз, когда приезжает в Европу, замечает, что у европейцев жизнь более размеренная. Они совершенно никуда не торопятся. И это кажется ей абсолютно чуждым. Цитата. Когда приезжает в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно. И дальше она добавляет, что в Москве своя атмосфера. Все бегут, все стремятся куда-то. И жизнь бурлит ключом. Вы знаете, наверное, как в любой европейской большой столице. В любом большом мегаполисе будет такая же бурная жизнь. Но мне всегда интересно, что в голове у Ларисы Долины, знаете, у которой уже, я думаю, крыша поехала. Серьезно, да? Потому что одно дело, ты со своей колокольни смотришь на все на это, когда у тебя все шикарно, да? У тебя все в шоколаде. И ты вот до седых, извините, этих волос на затылке до сих пор мотаешься и работаешь. Я уважаю работающих людей, да? Но в плане того, что жизнь размеренная, жизнь спокойная у европейцев, ну разве это не кайф? Ну разве это не роскошно, когда у тебя жизнь стабильная, когда уже у тебя жизнь роскошная в плане спокойствия? Ничего страшного с тобой не случится. А если случится, государство, в первую очередь, государство тебя всегда поддержит. А нет, для нее это противно. Она не думает, что те же старухи ее возраста надо называть вещи своими именами. В том же Томске, Калуге, еще где-нибудь, да? Последний этот, без соли доедают, да? И у них жизнь не просто неразмеренная, а у них жизнь, она ужасающая. Потому что ты вот сводишь концы с концами, вот по факту, да? И ты не знаешь, что будет завтра. И ты не знаешь, как будут жить дети, где они будут учиться, где они будут получать медицинское обслуживание. Если упасть и боже, что-то серьезное с ними случится. Ну разве не роскошь? Европейская, размеренная, спокойная жизнь. А вот Ларисе Долиной это противно. Не знаю. Интересно послушать ваше мнение. И вообще, кто что думал. Вы знаете, вот тот самый интересный момент, когда огромное количество россиян, да? Осуждают, обсуждают Европу, говорят, что там все плохо. А вот мне интересно, именно не у тех, кто съездил в Европу, посмотрел на размеренную, противную жизнь европейцев. Мне интересно послушать тех, кто никогда не был за границей. Вот таких, извините, почти 70% на территории Российской Федерации. И вот мне интересно, а какое ваше мнение тех сплетников, которые никогда не были в Европе? Что вы думаете о европейской жизни? Вот какие у вас стереотипы в ваших головах? Очень интересно послушать именно позицию от людей, которые никогда не были в Европе, но которые имеют мнение об этой самой Европе. Загнивает ли Европа? Ужасно ли у нас здесь? Плохо ли у нас здесь? Потому что везде одни, я не знаю, представьте, ЛГБТ, плюс-сайз-модельщики и еще прочая ерунда. Насколько вам кажется ужасной жизнь в Европе из России, когда вы никогда не были в Европе? Давайте пообщаемся в комментариях. Вот это, думаю, будет интересно послушать и почитать мнение абсолютно всем. Не скупимся на ланше. Буквально секунду вашего времени, но это очень помогает в продвижении нашего видео. И, ребят, честно, лично и персонально благодарность папочке всех сплетников всем, кто шлет нам донаты через суперспасибо, подписывается, становясь спонсором на этом канале, ну или просто элементарно не проматывает рекламные интеграции от самого Ютуба. Ребят, именно благодаря вашей помощи мы продолжаем снимать видео каждый божий день, чтобы было что посмотреть, зачем порассуждать, когда вы пьете вашу утреннюю кофе или вечерний стакан вида. Кошмарнейшая новость из Голливуда. Актриса Энн Хэтч отдала Богу душу. Буквально, наверное, недели две назад она на своем автомобиле врезалась в чужой дом и потом на этом же автомобиле врезалась в соседний дом. То есть, вроде какая-то авария, которую никто не воспринял серьезно, да? И ее, значит, госпитализировали. И, как оказалось, авария куда сложнее, чем она была. Значит, она впала в кому. Ну, неделя она была на аппаратах жизнеобеспечения. И вот буквально позавчера ее родственники сказали, что нужно выдернуть из розетки, потому что доктора сказали, что никаких надежд нету. Она просто больше не будет жить. И, то есть, решили не продлевать эти мучения. Мой брат Атлас и я потеряли нашу маму. Спустя шесть дней невероятных эмоциональных качелей я пребываю в глубокой печали, которую не могу выразить словами. Надеюсь, моя мама больше не испытывает боли. Мне хочется верить, что теперь она познает вечную свободу, так сообщил ее сын Гомер. Она снималась не очень много, но насколько лично я ее помню, это был фильм, я знаю, что вы сделали прошлым летом. Она там, кто смотрел, смотрела эту классику ужасов, да, нулевых. Ах, обожаю вас. Я знаю, что вы сделали ее прошлым летом. И там она как раз играла сестру. Кого же она там играла, да? То есть, она была не одной из главных героинь, а вот там она была, когда они пришли в тот дом. И там они встретили как раз актрису Энн Хэтч. Вот по этой роли лично я ее помню. На самом деле, она снималась в Доне Брасков. Психа, шесть дней, семь ночей. То есть, она достаточно много снималась, но это именно роль, по которой я ее запомнил. Но, к сожалению, у нее нашли в крови запрещенные вещества. И вот вам фотография, где Энн Хэтч в совершенно ужасном состоянии. Ну, выглядит она плохо, да? И бутылка водяры стоит у нее прямо около переключения скорости. Она очень сильно сидела на запрещенных веществах, потому что, опять же, это была ее детская травма. Ну, как она это говорит, да? Видите, ребята, тот момент, когда прорабатывают свои травмы не с помощью психологов и антидепрессантов, а с помощью алкашки и запрещенных веществ. И вот, к сожалению, в тот самый день, когда она встретилась с дверью гаража, в который она въехала, она, к огромному сожалению, была тоже под влиянием запрещенных веществ. Вот такая вот совершенно нелепая, я считаю, нелепый уход однозначно. И огромная печаль, когда молодые, сколько я была, 52 года, да, молодые люди уходят, только потому что не могут взять свою жизнь. Вот в руки, да? Печаль печальная, прям очень страшная. Да, ребят, я уже давно подготовила свою авторскую методику, потому что просили все, я готова делиться тем, что я прошла. Но я пока не сброшу 3 килограмма, я мечтаю это сделать, я ничего вам не расскажу. Поэтому следите за моими сторисами и не пропустите. Мне чувство будет очень весело. Прямо ведь смеялись, дорогие мои, ведь предполагали, что, вернее, никак не предполагали, а в шутку предполагали, что Гуара Витясян сейчас будет продавать свои курсы похудания. Буквально не так давно на днях она заявила, вот в этом все, мы обсуждали по этой ссылочке, можете посмотреть, что она в общей сложности с своими вот качелями сброса набора скинула более 300 килограмм. И вот сейчас она говорит, что допустит, да, в собственный курс по похуданию. Все, что ей нужно для этого, для морального, я не знаю, как настроя, скинуть еще 300, извините, еще 3 килограмма, не еще 300, а еще 3 килограмма, и, значит, запустит она в собственный курс похудания. Для меня это, конечно, самое нелепое, что может быть человек, который всю жизнь страдает лишним весом, человек, который абсолютно нет культуры питания, одни теплые салаты, заправленные майонезом, одни хачапури, одни абсолютно невменяемые фотошопы, когда вы видите на фотошопе она одна, а в зеркале, который отражает ее сзади, это тетя, которая в 5 раз больше, да, и вот этот человек сейчас будет продавать курсы по похуданию. Вы знаете, что самое ужасное, дорогие мои? Не то, что человек пытается продать курс по похуданию. Я верю, что можно найти правильного диетолога, правильного человека, который в состоянии вам вот дать вот этот волшебный пендель, чтобы вы начали хотя бы скидывать и килограммы, лишние килограммы, которые вас гнетут. Но здесь ты видишь, что человек абсолютно не в состоянии себя держать в руках. Она в ужасной физической форме. Мы снигаем про ее фотошопленные фотографии в Инстаграме. Вот у себя она в Инстаграме одна, а в Инстаграме своих подружек это совершеннейший другой человек, не похожий на себя никаким образом. И вот этот человек собрался продавать сейчас курсы по похуданию, курсы по сбросу веса. Да вы что такое творите, ребят? Я говорю это к тем, которые заплатят ей деньги за этот курс. А вы знаете, что самое ужасное? Человек, который не может сам скинуть килограммы, и она соберет огромное количество денег, потому что огромное количество женщин и мужчин, которые на нее подписаны, они ей заплатят. Вы понимаете? Вот в чем абсурд. Здесь, знаете, он настолько безлогичный, если можно так сказать, нелогичный. Если я придумаю русские слова, да. Настолько нелогичная вот эта вот вся тема. Но тем не менее, я уверен, продаст она и залетит этот курс с огромным успехом. Мы говорим с успехом. Мы говорим здесь в контексте огромного количества денег на ее счетах. И я смотрю и думаю, господи, неужели люди не видят, кому они несут свои деньги? Неужели люди не могут понять, что она им не поможет, что это делается только для сбора денег? Только для сбора денег и никак иначе. Печально мне каждый раз говорим, ребят, помогите приютам. Вот приютам помогите. Ваши деньги пойдут на благое дело. Не нагуаровитесь на очередную тачку маме, на очередное, не знаю, платье от Шанель на еще очередную ерунду, да. Отдайте свои деньги на благое дело. Ну вот правда, от всей души прошу. Не нужно платить человеку, который сам не в состоянии ввести себя в норму, который выглядит просто отвратительно вот в реальной жизни. Но это правда. Если мы сейчас говорим про внешку, если она говорит про внешку, я вас научу стать тонкой ланью. Да стань ты, блин, тонкой ланью, звонкой и красивой, да. Вот это вот, не пойми что, будет сейчас продавать вам курсы по похуданию для того, чтобы, я не знаю, что. Эх, знаете, отвратительно. Ну и Ваня Ургант, пожалуйста, дорогие мои, смотрим. Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти в IT. Ну, в смысле, пойти в IT. Это я записываю приглашение на мой IT семинар. И вот, пожалуйста, дорогие мои, Иван Ургант, там теперь, это гость, да, эксперт Александр Волчек, эксперт Александр Сагун, не знаю, кто эти люди, да. Вечерний путь в IT с Иваном Ургантом. Узнайте все про мир информационных технологий и смените сферу деятельности. За три часа вы станете разбираться в IT лучше, чем до того, видимо, как вы разбирались. Это образовательное шоу. Боже мой, Вань, серьезно, IT и ты, ты будешь там участвовать. Я не помню, именно в этом проекте или в похожем на этот проект участвовал Паша Воля. Вы помните Волю, да? И вот теперь Ваня Ургант пойдет туда же. Господи, боже мой. Не, я понимаю, не хочется терять в собственных доходах, не хочется терять вот тот уровень жизни, к которому ты привык. Ну, неужели, Вань, у тебя нет серьезной финансовой подушки, что ты занимаешься вот такой вот профанацией. И вот 26 августа вечерний путь с Иваном Ургантом. А Иван Ургант не эксперт, а гость. И люди пойдут учить IT за три часа. Вообще, слышите абсурд? Вот эти вот вводные курсы, которые, скорее всего, потом выльются в очередное. Купите у нас дополнительные курсы, чтобы расширить собственные IT-знания. Ты смотришь, думаешь, господи, боже мой. Ребят, ну давайте я научу вас, как собирать автомобили. Я не знаю, как собирать автомобили, ну как Ягуар не знает, как похудеть. А Ваня Ургант абсолютно ноль в IT. Давайте я осмотрю, как собирать автомобили. Вот мы сядем, и вот в стримчике, да, каждый по тысяче долларов мне скинет, ну, доната, да. И мы с вами порассуждаем. Я не знаю, о чем я буду говорить, но я с огромным упоением, у меня язык подвешен, да. Я с огромным упоением и интересом вам расскажу, как собирать новые Жигули. Из палок и, я не знаю, катишей. Ну, это из этой оперы, ребят. И вот Ваня Ургант туда же. Черт возьми, что происходит. Ну, вот, пожалуйста, от такой Украины, какова она сегодня, ни одного звания не нужно. Российский поэт-песенник Илья Резник демонстративно отказался от звания народного артиста Украины, который этой самой честью он удосыл еще в 2013 году. 84-летний путинист, дорогие мои, полностью поддерживает то безумие, которое творит российская армия на территории Украины. И не скрывает этого еще с 2014 года. Более того, ребят, он же написал в начале этой полномасштабной войны, которая называется «Любимый не умирает, посвященный памяти тех, кто отдал Богу душу на полях Украины, пытаясь ее захватить». Господи боже мой. Это ж насколько нужно быть продажным, беспринципным человеком, который идет вопреки... Не просто, знаете, вот я за Россию, да, да можно быть за Россию, но нельзя быть за войну, ребят. Нельзя быть за войну. Война — это зло, война — это просто жуть, война — это кошмар, война — это должна всегда порицаться. Нет, нет, безумие. Ты смотришь на это, и ты думаешь, нет. Кто-то там ждет, что вот, сейчас санкции снимутся, как говорят эксперты, еще 10-15 лет как минимум будут санкции, которые сейчас ввели на территорию России, они будут действовать на территории России, да. И если люди надеются, что там кто-то вернется, жизнь станет легче, да не станет жизнь легче. Ни в коем случае. В этом и есть смысл долгоиграющих санкций. Я не говорю здесь вот, потому что я радуюсь, что вот все будет плохо, а потому что, ну, война идет, ребят, и вот такие люди эту самую войну поддерживают. Как тебе не стыдно, Резник? Как тебе не стыдно? Тебе, сколько, 84 года, да? Ты, конечно, не застал Вторую мировую, или все-таки застал? Вот я не знаю, у меня очень сейчас плохо с утра с арифметикой. Ну, не застал, наверное, да? Но он помнит хотя бы, наверное, вот эту вот отрыжку после Второй мировой. И он знает, что такое настоящая глобальная война. И ты сейчас, любимая, не отдает богу душу. Фу. Знаете, дед, у которого крыша поехала. Как же это все отвратительно. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Мы всегда адвокаты братьев наших меньших. Поэтому, ребят, если вы видите несправедливость по отношению к животным, если вы видите ситуацию, когда вы в состоянии помочь, пожалуйста, не проходите мимо, помогайте едой, деньгами. Возьмите пушистого ребенка к себе на усыновление. И любите, потому что вас будут любить обратно. Не потому, что вы их кормите, а потому, что вы просто существуете. Потому что так могут любить только собаки и кошки. Ребят, продолжайте доказывать всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное благодарное всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, вы просто представить не можете, как 2 доллара, которые вы тратите на подписку в месяц, помогают нашему каналу производить ежедневный контент, не теряя ни в качестве, ни в картинке, ни в звуке. Ребят, честно, чувствую вашу любовь. И огромная благодарность вам за внимание и компанию каждый день в течение 20 минут на этом канале. Спасибо, что подписываетесь. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»